Во время конфликта происходит неизбежная эскалация взаимных обвинений, угроз, раздражение, которое друг на друга выплескивается. И что здесь правильно сделать? Здесь правильно начать уклоняться от провокаций, которые происходят со стороны человека, который вас провоцирует. Не пытаться эскалировать конфликта, а найти способ уклонения. И это не холодный игнор, а это как раз именно уклонение, как в борьбе. Представляете, когда боксеры друг с другом боксируют, и нужно уклониться от удара. И после этого снова продолжать коммуникацию, пропуская эти провокации, это напряжение, эскалацию мимо себя. Как принять ситуацию, которая не нравится, но которую, как кажется, нельзя изменить? Ну, подумайте об этом так. Когда-то эта ситуация изменится, то есть возможно ли, что это изменение произойдет? Если да, то понятно, что это только ваше отношение, ваше ощущение обреченности, с чем и нужно бороться. Как только вы перестанете думать, что ситуация неизменна, вы увидите, какие есть варианты ее решения. До тех пор, пока вы думаете, что вариантов нет, руки будут сложены. Если у вас что-то не получается, то вы неизбежно будете нервничать. Это нормально. Здесь главное не превратить сам этот невроз по поводу того, что что-то не получается, в какую-то такую самозащиту, потому что человек начинает оправдывать себя, что он нервничает, потому что не получается, и пусть кто-то другой прибежит и за него сделает. Ну, знаете, тактика плохо срабатывающая. Если прибегут и сделают, вам от этого точно легче не будет. А в следующий раз вы будете испытывать еще больше стресса, когда нужно будет чему-то обучиться. Продолжение следует...